Вы уже знаете, что Ableton Live имеет два типа интерфейса, для каждого из которых предназначен свой вид автоматизации. В режиме секвенсора дорожка с автоматизацией создается крайне просто. При нажатии левой кнопкой мыши на любом из параметров появится линия автоматизации красного цвета, к редактированию которой можно сразу же приступить. Если вы желаете, чтобы эта линия находилась на отдельной дорожке, нажмите на кнопку в виде плюса, которая расположена под названием автоматизируемого параметра. В трекерном режиме автоматизация создается аналогичным образом. Не забудьте нажать на кнопку в виде буквы «Е», чтобы получить доступ к автоматизации. Поэтому при его переносе в секвенсор она сохраняется. Кроме того, можно установить независимый от продолжительности клипа период повторения автоматизации. Это может понадобиться, когда, например, необходимо разнообразить звучание партии длиной 4 такта с помощью автоматизации с циклом 8 тактов. Зная эти нюансы автоматизации в Ableton Live, вы справитесь с любой задачей, требующей использования этой функции. Давайте теперь перейдем к функции группировки каналов, которую рассмотрим в следующем видео.